Всем привет! В эфире Универньюз. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Самые главные новости дня прозвучат здесь и сейчас. Начинаем наш выпуск. В Казанском федеральном традиционно состоялся студенческий марш победы. Юные изобретатели удивляют. В КФУ проходит финал Республиканской Олимпиады Кулибины 21 века. Ученые Казанского университета продолжают сборку первой отечественной трубы горения. Великая отечественная война оставила множество шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Чем дальше мы от нее, тем больше осознаем величие народного подвига. И тем острее страшную цену победы. В этом году наша страна празднует 72-летие со дня Великой Победы. В преддверии торжества Казанский федеральный университет традиционно провел студенческий марш победы. Чем запомнилось данное мероприятие, смотри прямо сейчас. Война – такое беспощадное и тяжелое время. И только непреодолимая сила воли советского народа помогла победить врага и произнести сквозь слезы радости торжественное слово «победа». В честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялся студенческий марш победы. Я являюсь студентом Южного федерального университета. В студенческом марше победы я принимаю участие вот уже второй раз. Пройти в составе почетного батальона с ребятами из Казанского федерального университета является большой честью и гордостью. Уже третий раз подряд он собирает студентов и преподавателей Казанского федерального университета, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Вот вы видите, сидят ветераны. А ведь каждому ветерану уже далеко за 90. Они стоят втрою вместе с вами. Я считаю, это самородки нашего государства. Те, которые ковали Великую Победу в годы Великой Отечественной войны. Марш победы начался с возложения цветов к памятнику героя Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Студенческий марш победы стартовал от площади 1 мая до центральной площади перед главным зданием Казанского университета. В колонии были также студенты, которые несли таблички с фотографиями ветеранов, а также транспаранты с лозунгами. С фотографии своего деда прошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто 72 года назад, победив фашизм, завоевал для нас право самим решать свою судьбу. Отстоял свободу нашего народа, вернул всем нам надежду на мир и счастье. За бессмертным полком, стройным маршем, прошелся почетный батальон КФУ из 210 студентов в военной форме. В колонии взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. В мероприятии приняли участие более 3000 студентов и выпускников Казанского федерального университета, а также почетные гости в лице представителей администрации Республики Татарстан, города Казани и Казанского федерального. Вы знаете, в годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт. И более половины погибли, защищая нашу страну. И в то же время, в годы Великой Отечественной войны наука, оборонные предприятия переехали в нашу столицу и вместе с тружениками Трудового фронта ковали победу. Итогом марша победы стало торжественное возложение цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов в ректорском садике университета. Для всех желающих после завершения мероприятия была открыта полевая кухня. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. А вы сможете собрать снегоход, шарманку, плавучую мини-гидроэлектростанцию и многое другое. А для талантливых школьников в Республике Татарстан это не проблема. В IT-лицее Казанского университета прошло состязание лучших технических умов. С юными изобретателями пообщалась и наш корреспондент Анна Глазунова. На базе IT-лицее Казанского университета прошел финал 10-й Республиканской Олимпиады юных изобретателей Кулибины 21 века. Олимпиады собрала юных изобретателей со всех уголков Татарстана. Это школьники младших и старших классов. Здесь они презентовали свои изобретения, а некоторые даже продемонстрировали на практике, как они работают. Наше изобретение это мини-гидроэлектростанция. Работа заключается в том, чтобы использовать эту гидроэлектростанцию, не нарушая экологию. Она ставится на малых реках и работает автономно. То есть не строится плотина. Перспективы очень большие. Разработать опытный образец, испытать его уже в настоящем масштабе и на нашей реке Каме. На первом этапе было подано более 160 заявок, но в финал вышли только 38 работ. Работы представлены в актуальном на сегодняшний день в области робототехники, аддитивных технологиях, авиа и моделирования. Если говорить про категорию и номинацию, связанную с селом, то здесь ребята представляют устройство изобретения для облегчения домашнего труда и увеличения производительности. Это, допустим, мини-тракторы, мини-сейлки, сепараторы. Разработки были совершенно не похожими друг на друга. Здесь представили тренажер для отработки ударов в теннисе и шарманку и даже снегоход «Орсомаха». На снегоходе установлен мотор мощностью 80 лошадиных сил. Это достаточно, чтобы передвигаться по заснеженной целине со скоростью 100 км в час с большим комфортом. Интерес к науке и изобретениям у Андрея проявлялся еще в раннем возрасте. А вот собрать свой снегоход было настоящей мечтой детства, которую он смог реализовать, несмотря на свой юный возраст. Когда видел, как охотники катаются на снегоходах, на иномарках, захотелось маму. Решил сделать покомфортнее. Покатался на иномарках, все плюсы и минусы изучил и сделал нечто лучшее. Сюда участники приехали вместе со своими педагогами и учителями. Для них в рамках Олимпиады будут проведены экскурсии по институтам, современным лабораториям и музеям Казанского федерального университета. По итогам Олимпиады будут определены призовые места. Ребята получат небольшие материальные вознаграждения, грамоты и дипломы. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Первая в России экспериментальная труба горения для добычи нефти была собрана руками ученых Казанского федерального университета. Каким образом данная разработка способна увеличить качество добычи нефти, узнавала Аделя Шмилова. Уже больше года ученые Казанского федерального университета усердно продолжают сборку экспериментальных труб горения для апробации авторских методов добычи нефти. Данная установка позволит успешно провести испытания на реальных скважинах и других естественных материалах места рождения нефти. А также позволит увидеть, как будет выглядеть сам процесс добычи черного золота. Труба горения предназначена для того, чтобы проводить исследования на керновом материале, то есть реальный материал с месторождения, где мы имитируем процесс добычи нефти. Воспроизводим этот процесс и меряем все необходимые нам характеристики, которые в дальнейшем учитываются при разработке или закладываются в геологии гидродинамической модели. Здесь мы можем моделировать такие процессы, как внутрепластовое горение и парагравитационный дренаж. Особенность установки как раз в том, что она, во-первых, соединяет вот эти два процесса и имеет возможность моделировать как одно, так и другое. Плюс она имеет очень широкий диапазон по температуре до 500 градусов по Цельсию и по давлению до 200 атмосфер практически может. В процессе создания данного оборудования ученые Института геологии и нефтегазовых технологий сотрудничали с учеными Института химии имени Бутлерова и организовывали с ними совместные эксперименты. В течение работы специалисты КФУ смогли убедиться в эффективности работ новых катализаторов и полимеров, которые способны увеличить качество добычи нефти. Кстати, каждая деталь данной установки разработана научными сотрудниками КФУ. Немало важно даже и то, что аналогов в России она еще не имеет. И действительно, если в дальнейшем все у нас успешно пойдет, есть такой вариант, что мы будем масштабировать данную разработку, поскольку на этой разработке мы сможем испытывать технологии повышения нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов нефти. Это очень актуально для многих стран. Каждая деталь первой российской трубы горения была создана по схемам и макетам университетских ученых в разных уголках России. Завершение столь амбициозной, масштабной и многообещающей работы ученых Казанского Федерального, которая продолжалась больше года, планируется к концу этого месяца. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюс. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok